В Википедии написано, что вы родились в городе Картахена. Если это не так, то вы можете нас сразу поправить, потому что такое часто случается, что факты расходятся с тем, что написано в интернете. Если вы из Картахена, расскажите, что это за город и что там классного? Я действительно родился в Картахене. Это очень жаркий и красивый город с прекрасным пляжем. Там много всего интересного. Если когда-нибудь окажетесь в Колумбии, то я рекомендую вам посетить Картахен. Это место, которым гордится вся страна. Ваша семья живет там? Да-да, каждый раз, когда у меня каникулы, я обязательно еду туда. Давайте перейдем к футболу. Расскажите, с чего он для вас начался? Когда я был маленький, я часто играл в футбол на улице вместе с друзьями. Мы гоняли мяч в свободное после школы время. Тогда я не думал, что стану профессионалом. Просто играл. Однажды меня увидел человек, который искал ребят для спортивной школы. Я запомнился ему, он поговорил с моими родителями. Так я в первый раз попал в футбольную школу. Но, честно говоря, я к ней не сильно привязался. Мне больше нравилось играть во дворе. То есть вы такой поклонник уличного футбола? Да, мне всегда больше нравилось играть во дворе со своими друзьями, чем ходить в футбольную секцию. Футбол во дворе это жестко в Колумбии или ставка делается на финты, элегантность и удары от стенок коробки? Во дворе могло быть всякое, как и в школе между уроками. Была и агрессия. Иногда ты дрался с другими ребятами, иногда тебе не давали играть более старше. Я вырос, впитав все это. Улица во многом помогла мне начать ценить то, что важно для меня сейчас. Оглядываясь назад, я понимаю, как много стоит то, чего я добился. Я задал предыдущий вопрос, потому что подумал, что, может быть, ваша своеобразная жестокость на футбольном поле, потому что вы играете довольно грубо. Она берет свое начало и с детства. Это так, или я это придумал? Да, я немного агрессивен, когда это нужно на поле, но я спокоен на тренировке или в любой другой игровой ситуации. Бывают моменты, когда нужно быть спокойнее, а другие жестче. Зависит от конкретного момента в игре. Последний вопрос про детство. Вы сказали, что не думали о том, что можете стать футболистом. А кем мечтали стать? У меня не было какой-то определенной цели. Я болтался на улице с друзьями, и когда не играл в футбол, мог делать всякие разные вещи. Но тогда не представлял, кем стану. Думаю, что у Бога есть планы на каждого человека, и мне он определил такой путь – прийти туда, куда я в итоге пришел. Я стараюсь по максимуму использовать все и наслаждаться жизнью. После той детской спортивной школы, в которую вы сначала не хотели идти, но в итоге пошли, что было дальше? Сначала я ходил на тренировки, но потом мне стало скучно, и я не хотел туда возвращаться. Поэтому продолжал существовать между школой и двором. Район у нас был очень опасный, но у меня было счастливое детство. Было много веселого каждый день. С возрастом мне стало больше нравиться ходить в футбольную секцию. Мой папа всегда мечтал стать футболистом, но так и не смог это осуществить. Он устроил меня в одну из лучших школ в Картахене, чтобы тем самым чуть-чуть отдалить меня от района и от тех опасностей, которые в нем были. Я стал более прилежно работать в секции, и тогда все и завертелось. С Депорто Сталима вы стали обладателем Кубка Колумбии. Мы примерно представляем, что такое Кубок Либертадорос. Насколько Кубок Колумбии близок по атмосфере, по энергетике, по количеству болельщиков на трибунах к Либертадоросу? Кубок Колумбии, как и Кубок России, играется параллельно с чемпионатом. Выглядит это немного не так, как футбол в Аргентине. Масштабы другие. За Депорто Сталима я играл шесть лет, а потом перешел в Бока Хуниорс и провел там два с половиной года. Сейчас вы ярко выраженный центральный полузащитник, опорник, может быть, но это не та позиция, к которой стремятся дети, когда приходят в футбольную школу или тем более приходят играть во двор. В какой момент вы там оказались? Когда я только начинал, мне нравилось играть на фланге. У меня не было определенной позиции на поле, но, играя повыше, я чувствовал себя лучше. В Депортос меня поставили в центр, и я начал чуть больше выделяться. В первую команду я попал уже в качестве центрального полузащитника, и сейчас на этой позиции стараюсь выкладываться по максимуму каждый раз, когда выхожу на поле. Но все-таки полузащита, она пролегает между нападением и обороной. Что вам ближе, обороняться или нападать, если вот нужно выбрать? Мне нравится играть ближе к линии обороны. Там я больше выделяюсь, поэтому обычно играю там. После Депорто Сталима вы оказались в культовом клубе Бока Хуниорс. Вы наверняка помните тот день, когда узнали о том, что перейдете туда? Опишите свои эмоции, насколько это был значимый момент. Я был очень рад, что передо мной открываются большие возможности. На самом деле, в тот момент Бока Хуниорс хотели подписать другого игрока, но у них возникли некоторые трудности с оформлением, и сделка забуксовала. Потом руководству клуба рассказали обо мне, и они решили купить и меня. Хотели одного игрока, а получили сразу двух с одинаковыми характеристиками. В тот момент я играл в сборной на Олимпийских играх в Бразилии. Когда мне рассказали о появившейся возможности, я был очень рад еще до подписания. Понимал, что это огромный шаг вперед, и что передо мной открылись двери великого клуба. С первого и до последнего дня наслаждался пребыванием там. Этот клуб – важнейшая часть моей карьеры. Вы отыграли там два сезона. Расскажите, каково это быть игроком Бока Хуниорс, потому что в России не особенно следят за латиноамериканским футболом, хотя бы потому, что есть серьезная разница в часовых поясах, и аргентинский футбол не показывают. Как там играется? Классно? Аргентинский футбол стоит смотреть. Там все в других масштабах, как для игрока, так и для болельщика. Где бы ни проходил матч, там всегда будет полный стадион. Бока Хуниорс – один из лучших клубов Латинской Америки. В свое время он обыгрывал Милан и Реал Мадрид. Это клуб, вписавший свое имя в мировую историю. И если у вас когда-нибудь появится возможность, советую посетить стадион Ла Бомбонеро. Это единственная арена, на которой ты чувствуешь сердцебиение трибут. Особенно, когда начинаются важнейшие матчи. Например, финал Кубка Либертадорс. Вы сами завели разговор о финале, поэтому я не могу не спросить. Первый матч против Ривера завершился со счетом 2-2. Потом начались беспорядки и долго было непонятно, где будет проходить матч ответный. В итоге его перенесли в Мадрид. Как вы жили на протяжении недели или чуть больше, когда было подвешенное состояние и никто не знал, где пройдет матч, а потом бах и Мадрид. Сложно ли было вот в этом ожидании находиться? Это было довольно напряженное время. Вы сами видели, что происходило рядом со стадионом еще перед началом матча. А потом, когда обсуждалось, состоится ли ответная встреча, игроки тоже не знали, будет ли она в Парагвае, Буэнос-Айресе, Мадриде или Саудовской Аравии. Конечно, это был стресс. Было сложно нормально тренироваться, так как все игроки думали об этом матче и не понимали, когда он состоится. Ко второй игре я был весь на нервах после всего пережитого, но матч прошел на прекрасном стадионе Сантьяго Бернабео. Вышло отличное зрелище. Конечно, мы хотели победить, но, к сожалению, не смогли. В ответном матче на Сантьяго Бернабео в первые минуты компенсированного времени вы получили вторую желтую карточку и покинули поле. Это самый сложный момент в вашей профессиональной карьере на данную секунду? Да, это был самый драматичный момент в моей карьере. Я даже не мечтал никогда сыграть в таком финале. И вот я получаю красную карточку. Кстати, это было мое первое удаление за все время в Бока-Хуниус. К сожалению, вышло именно так. Но это был один из тех уроков, которые преподает тебе футбол. Они позволяют научиться чему-то новому. А что было, то было. Хорошо, давайте поговорим о сборной. Для начала об Олимпийских играх 2016 года. Насколько это особенный в плане футбола турнир? На тот момент это было самое важное соревнование в моей карьере. Для меня это была мечта. Колумбия, кажется, 16 лет к тому моменту не могла отобраться на футбольный олимпийский турнир. И это наконец свершилось, когда у меня появилась возможность принять участие в Олимпиаде. Я насладился играми, хотя у нас не все получилось. Думаю, тот турнир отчасти повлиял на то, что я оказался в Боке, потому что я довольно неплохо себя проявил. Четвертьфинал Олимпийских игр, и у вас есть еще один, до которого вы дошли минувшим летом, Кубок Мира. Расскажите, каким он остался в вашей памяти? Когда я вспоминаю о нем, мне все еще кажется, что это было вчера. Это один из самых лучших моментов в карьере любого игрока. Я наслаждался в России каждой секундой, каждой тренировкой, каждым обедом, каждым отдыхом. Такое, можно сказать, происходит один раз в жизни. Непонятно, будет ли второй. Я делал все, чтобы наслаждаться каждым мгновением, проведенным в сборной на чемпионате мира среди лучших игроков. Пожалуй, это главный момент моей карьеры – участие в мундиале. Я буду продолжать работать, чтобы остаться в сборной и помочь ей отобраться на следующий чемпионат мира. Если говорить не о футбольной стороне вопроса, понятно, что футболисты, когда приезжают в другую страну или другой город, видят все окружающее только через окно автобуса. Но все же, может быть, было что-то, что вас поразило или удивило в России, в русских, о чем вы, приехав домой, рассказывали своей семье? Во-первых, у вас огромная страна, очень большая. Во-вторых, в каждом городе, в котором я побывал, все было прекрасно организовано, все очень красиво. В других странах я такого порядка не видел. Когда едешь по дороге, каждая мелочь просчитана. И еще все люди, которые встретились мне в России, были очень приветливы, за что я им благодарен. Переходя к «Зениту», вы не рассказывали еще подробно, как вам поступило предложение. То есть, как вы узнали о том, что вам интересуется «Зенит», как вы отреагировали на это? Все произошло очень быстро. Я ни секунды не сомневался, когда появилось предложение от клуба. Я говорил с президентом Боки и сказал ему, что если поступит предложение от «Зенита», чтобы он посмотрел его, оценил и хорошо подумал. Я знал, что это, во-первых, большой шаг вперед в моей карьере, подходящий момент для переезда в Европу. А во-вторых, что «Зенит» — лучшая команда России, что я могу хорошо там поработать, завоевать любовь болельщиков. Кстати, есть забавная история о том, как я узнал, что переход состоялся. Шли переговоры. В тот день все должно было решиться, потому что в Америке закрывалось трансферное окно. Команда играла в другом городе. Мы готовились к выезду, но я не знал, еду я или нет. И тут, когда я сажусь в автобус, узнаю, что все решилось. Ребята говорят, что я могу в ту же ночь отправиться в путь. Я сначала не поверил, не знал, как шли дела в течение дня. Удивился, переспросил, точно ли все так. Мне сказали, что да, все готово. И тогда я действительно сошел с автобуса, попрощался с ребятами, проводил их и отправился собирать чемодан перед рейсом. Вопрос, который задают всем иностранцам, не пугают ли вас холода? Я уже начинаю привыкать. Знаю, что будет еще холоднее, но, надеюсь, не сильно. Это вопрос привычки. Нужно уметь приспосабливаться к условиям. Если хочу добиться успеха, то я должен привыкнуть к холоду. Таковы требования. Думаю, надо во всем искать плюсы и работать дальше. А прямо сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем болельщикам «Зенита», они вот здесь прям. Можете сказать что-то, если есть что сказать. Меня зовут Вильмар Бариос. Я новый игрок «Зенита», приехавший сюда с большими надеждами, грандиозными планами и желанием отдать все самое лучшее для команды, чтобы помочь ей достичь поставленных на сезон целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей, за всех, кто работает на команду. Всем большой привет и наилучшие пожелания. Всех обнимаю. Всем привет!